привет девчонки я рада видеть вас на моем канале знаю что вам нравится такого рода видео и да да мы сегодня будем окрашивать волосы но для этого я взяла уже сегодня не next а как вы догадались название matrix в оттеночке 11 а и 11 н будем мешать эти две краски и посмотрим на результат как всегда начинаем наше окрашивание с расчесывания волос тщательно расчешите ваши волосы с ним начиная снизу и доходя до головы на макушке я уже предварительно расчесала поэтому сейчас не очень сильно надо мне расчесывать и так что мы с вами делаем как прочитали наши волосы начинаем разводить красочку что означает 11 а 11 а это как 0 1 то есть здесь добавлен пепельный оттенок поэтому этой краски я добавляю половину этого тюбика ровно половинка ровно 50 сантиметров тут и 45 и 60 мы добавляем 50 сантиметров и тщательно размешиваем я добавила половиночку оттенка 11 а в свою тарелочку и сейчас мы будем добавлять немножко 11 н что означает 11 н это натуральный цвет волос без пепла без чего-либо но он один оставляет желтизну а 11 а один оставляет слишком серые волосы поэтому мне нравится чуть добавлять вот этого средства и тогда цвет меня вполне устраивает поэтому буквально 10 граммов этого вы должны добавить после того как мы намешали половину 11 а и чуть-чуть 10 миллилитров 11 н мы добавляем 60 процентов окислителя 9 процентного чтобы мне было легче обозначить себе здесь 150 грамм а здесь у меня есть такой стаканчик где есть обозначение и я беру 60 миллилитров и выливаем нашу консистенцию получается практически один до одного чуть больше окислителя они точнее не чуть больше так как мы добавили 11 н поэтому у нас наравне получается один к одному 50 миллилитров краски 11 а и 10 миллилитров краски 11 это 60 и 60 миллилитров окислителя один к одному потому что матрикс разводится один к одному если next мы разводили 11 к двум а то матрикс разводится один к одному и сейчас я как обычно тщательно перемешиваю вот такой у меня получился состав не густой и не жидкий хорошо держится в принципе так и должно быть когда слишком жидкая не люблю меня не удовлетворяет тогда результаты когда густое тоже я знаю что краска и окислитель должны быть одной фирмы ну не было у них одной фирмы только большая бутылка вот этого окислителя они мне дали какой-то как бы универсальный который подходит как это воняет подходит под все краски ну не знаю сейчас посмотрим первый раз его беру и начинаем делать пробор и наносить красочку и так я уже разделила свои волосы и начинаю окрашивать ну вы уже видели как я окрашиваю волосы поэтому затягивается этим не буду быстренько покрашу корни и вернусь к вам и так девочки я уже окрасила свои корни вот такая красивая хожу потом как всегда ждем 45-50 минут и смываем покажу вам уже результат результат достаточно мягкая хорошая краска посмотрим как результат я никогда не добиваюсь такого бело-белого цвета у меня более какой-то наверное русый получается натуральный цвет но я и не люблю такие очень белые или очень пепельные волосы как раз после порошка супры знаете если еще мастер вам затонирует они как раз такие вот ядреные очень белые или очень пепельные но я уже как-то отвыкла более стремлюсь к натуральному такому русому цвету волос вот что хотела сказать недавно у вас спрашивала сколько по вашему мнению должны отрастать волосы за полгода я спрашивала сколько именно отрастает у вас но наверное не так сформулировала свой вопрос и поэтому большинство девушек подумала что просто сколько должно отрастать и все ответили как бы правильно 6 8 10 сантиметров по 1 и 5 по 2 сантиметра в месяц просто есть такие ситуации я к чему это спрашивала когда подружка подстригла волосы говорит годами не растет стоит на одном на одном месте и все но не движется не вперед не взад никуда наверное у вас были такие подруги или вы таких знаете людей или сами являетесь такими людьми у кого волосы вот как застряли на одной длине и вы не можете сдвинуть их и вам кажется что они вас вообще не растут ну вроде ж корень отрастает но почему длина на одном месте а это из-за того что корень до если у вас все нормально с организмом витамина хватает и всего остального то два сантиметра это вообще нормально никогда не ведитесь на то когда пишет где-то в каких-то масках что пять сантиметров будет в месяц расти это неправда сразу же только 1 и 5 2 это в норме когда чего-то не хватает то может замедляться рост это может быть один сантиметр и у тех у кого как они считают не растут а стоят на одной длине вот они постричь и до до лопаток допустим и они до лопаток и остаются значит там уже проблема идет сухостью длины корень отрастает а снизу они обламывается и опадают поэтому нужно увлажнять длину масла добавить свой уход и я думаю что ваша длина начнет расти корень отрастает значит корень отрос и длина как бы должна отрасти правильно поэтому все дело наверное посеченности ваших волос либо раздвоение кончиков и они просто визуально не растут и нужно активно увлажнять рост поэтому вы можете проверить если вы видите что у вас два сантиметра вот отросло за месяц у меня кстати сейчас был один сантиметр но этом сегодня ровно три недели один сантиметр у меня вот ну может еще за недельку бы пол сантиметра выросла один и пять два но это нормально я думаю витаминов всего хватает так как я сейчас принимаю ну вот если вы замечаете что у вас как бы корень нормально отрос за месяц вот четыре недели прошло там вы видите что два сантиметра но как-то вы идете к мастеру мастер говорит что волосы на одной длине значит волосы у вас сухие обламываете им не хватает влажности поэтому нужно активно увлажнять длину именно увлажнение маски покупаем на увлажнение гиалурон ко все-все пантенол составе должно быть на увлажнение не на питание не с маслами масла вы берете отдельно и обязательно включайте их в свой рацион и уход это кокосовое касторово и другие оливково оливковые и какие вам еще нравятся и конечно же вот такие еще масла такие вот которые просто на влажные волосы которые не жирнятся и впитываются обязательно включаем это все и крем еще включаем на длину в свой уход и я думаю если у вас не будет проблем с длиной то она начнет расти поэтому до ждем результат и скоро вам покажу привет друзья не успела я сразу показать вам свои волосы после окрашивания так как я совершенно замоталась и уже прошло два дня наверное результат уже оценивать будет поздно но тем не менее волос достаточно красивый пепельный я сейчас иду как раз мыть голову поэтому да хорошо все закрасилось я довольна можете обратить внимание на эту краску matrix неплохая краска реально советую matrix next мне очень нравится например в элу я брала недавно ну так она совершенно мне не нравится поэтому от матрикса хорошие мягкие волосы ухоженные выглядят кстати девочки скоро на канале будет вложить я буду сравнивать цены показывать вам что сколько стоит какие цели на шампунь и на кондиционеры возможно вы бы хотели видеть влог на какой-то другой обзор обязательно напишите свой комментарий а я пока наверно буду собираться и увидимся в скорых видео пока